Добрый день, уважаемые коллеги! Наша встреча посвящена актуальной теме просветительской роли российской культуры и в первую очередь тому, как передать наши богатые культурные традиции молодёжи, привлечь её к развитию отечественных достижений в этой сфере. Вы знаете, в послании этого года был сделан особый акцент на сбережение культурной самобытности России и укрепление собственных культурно-нравственных ценностей. Такие ценности и ориентиры составляют основу государственной самостоятельности и являются базой для консолидации нашего общества. Их истоки не только в наших народных традициях, но и в тех высочайших достижениях российской культуры, которые высоко, хорошо и широко известны и признаны во всём мире. Конечно, мы должны понимать и воспринимать культуру других стран, уметь использовать её лучше образцы. Да мы всегда это и делали, мы всегда так и поступали. Но прежде всего, должны создать все условия, чтобы становление молодого поколения проходило в благоприятной атмосфере отечественной культуры, чтобы у молодёжи воспитывался высокий художественный вкус и стандарты поведения, чтобы она своевременно набиралась духовной зрелости и обладала культурным иммунитетом. И в этой связи остановлюсь на ряде существенных, как мне кажется, проблем. Первое. Эксперты говорят, что сегодня, и особенно это у молодых людей, утрачиваются навыки ёмко и образно выражать свои мысли, различать эмоциональные и художественные оттенки. Многие молодые люди плохо знают, а подчас просто оторваны от собственных культурных корней. Невысокий уровень культуры поведения. Кроме того, российская молодёжь, как и в других странах, становится всё более прагматичной, это вроде бы и неплохо, с одной стороны, более технократичной. В условиях глобализации на её взгляды огромное влияние оказывает бурное развитие информационного пространства, и в частности интернета. И здесь, конечно, есть и проблемы. Доля его ресурсов, доля ресурсов интернета, которые можно отнести к культурному просвещению, сегодня составляет лишь полпроцента всей информации. И надо учиться использовать и пополнять современные информационные сети для целей, ради обсуждения которых мы сегодня собрались. Нельзя также забывать о тенденциях всеобщей коммерциализации культуры, от неё не всегда ориентированных на взыскательный вкус, и о том, что на протяжении более чем 15 лет наша молодёжь живёт в условиях массированного культурного воздействия на неё суррогатов из-за рубежа. И в этой связи хотел бы подчеркнуть, что не всегда позитивную роль играет и телевидение. Часто мы вспоминаем его, тоже понятно почему. Покупает, а бы что только бы подешевле на международных рынках. Всё вышесказанное заставляет нас вдумчиво и глубоко относиться к роли государства и общества в культурном просвещении. В связи с этим предлагаю поставить и обсудить несколько задач. Прежде всего, это развитие гуманитарного образования, исторически имевшего в России великолепные научные школы. Известно, что в настоящее время его опережают дисциплины, в основном ориентированные на экономику и новые технологии. Да, их развитие – это требование времени. Однако социальные и гуманитарные науки должны быть в России не менее востребованы и приоритетны. В их основе развитие творческих навыков, формирование нравственных идеалов, серьёзные побуждения к работе души и совести. Особое значение имеет школьное художественное воспитание. Сегодня оно всё ещё находится на периферии учебного процесса. Есть даже случай перевода его в сферу дополнительных или платных услуг. Учитывая это, надо самым серьёзным образом заниматься эстетическим воспитанием в школе. Надо совершенствовать методики преподавания, включать в школьные программы и классические, и современные достижения российской культуры и искусства. Отдельного внимания требует вопроса профессионального художественного образования. Оно испытывает ряд материальных и других трудностей. Так, в капитальном ремонте нуждаются более чем две тысячи школ искусств. Не хватает оборудования, музыкальных инструментов. Сегодня далеко не всем подросткам и молодёжи доступно обучение в творческих школах и вузах. И надо, конечно, думать, как исправить положение, как помочь. Остановлюсь также на поддержке дебютных и экспериментальных проектов. Известно, что в последние годы талантливой молодёжи оказывается адресная финансовая помощь по некоторым программам и каналам. Это и литературная премия «Дебют», и крупнейшая выставка «Молодые художники России», и фестиваль современного искусства «Территория». Такой опыт, конечно, будем развивать дальше, чтобы молодые творцы имели гарантированную поддержку. Ещё одна фундаментальная тема – это развитие библиотечной системы. Она прямо связана и с просвещением, и с возрождением интереса к чтению в нашей стране. В России сегодня свыше 130 тысяч библиотек, и их посещаемость, как отмечают эксперты, намного выше, чем других учреждений культуры вместе взятых. При этом 70% читателей – это молодёжь от 14 до 25 лет. Между тем, в основном используются ещё те библиотечные ресурсы, которые были созданы в советский период, и до последнего времени крайне мало внимания уделялось финансированию библиотек, комплектованию и сохранности их фондов. Особенно пострадали школьные и сельские библиотеки, чьи фонды в буквальном смысле обнищали. Причём количество наименований книг для детей у них крайне медленно растёт или вообще не растёт. Вы знаете, что в послании была поставлена задача возродить в стране библиотечное дело, возродить на новой базе, на новой основе. Библиотеки, в том числе сельские и школьные, должны быть оснащены передовыми информационными системами и едиными программными продуктами, программным обеспечением. Но самое главное здесь, здесь должны работать современные специалисты, способные превратить библиотеки из обычного хранилища книг в информационно-аналитические и досуговые центры. И, конечно, надо позаботиться о полноценном комплектовании фондов детских и юношеских библиотек. Фактически, президентская библиотека должна стать связующим звеном для всей библиотечной системы страны. И этот крупнейший культурный проект, как создаваемый сейчас фонд русского языка, должны стать первейшей заботой российской интеллигенции. Известно, что творческие элиты России во все времена были в авангарде таких инициатив. Я очень рассчитываю, что и члены Совета активно включитесь в такую работу. Станете не только экспертами и пропагандистами, но и непосредственными участниками названных выше проектов и начинаний. Разумеется, я остановился, уважаемые коллеги, далеко не на всех вопросах, которые нам предстоит обсудить и которые являются приоритетными и важными. Но уверен, что вы хорошо понимаете, ответственность за то, каким культурным запасом будет обладать современная Россия и молодые люди нашей страны, молодёжь, лежит на нынешнем поколении. И, конечно, на нас с вами тоже. И ответственность эта крайне высока. Знаю также, что во второй части вашей встречи, вашего заседания вам предстоит определиться по кандидатурам, рекомендованным к присуждению государственной премии в области литературы и искусства за 2006 год. И очень надеюсь на то, что этот выбор будет достойным. Спасибо большое за внимание. Это всё, что я хотел сказать в начале. Спасибо. Спасибо. Спасибо.